поехали в магазинчик поехали у нас сегодня 24 декабря и это как вы знаете канун рождества так как мы немножко не совпадаем по праздникам с русским рождеством и здесь уже заканчиваются всякие гуляния всякие ярмарки уже числа 30 декабря а потом празднуется новый год и ну как вы знаете если вы тоже живете на западе новый год особо не празднуется сильно широко во многих странах то есть это просто иногда повод сходить в клуб вы можете что-то устроить дома конечно проводить и 3 числа выкидываете и начинаете как бы поэтому даже до нашего рождества это немножко тяжело и тогда уже начинаются всякие другие заботы у нас уже начнется школа раньше старалась отмечать как бы по-нашему и пару лет назад просто поняла что ну какой смысл что тот же самый праздник нужно просто отмечать когда весь мир отмечает вот и здесь получается европейская часть населения отмечать по-европейски это 24 вечером английская часть населения отмечает 25 днем мы принципе ближе к английской традиции собираемся обычно с семьей обычно к нам кто-то приезжает прилетает в этом году вот возможно мы созвонимся с моей тетей с моей сестрой сестра в америке моя тетя у нее украина испанская семья и они отмечают 24 обычно из моей семья обычно собиралась какой-то кафешки что я делала я заказала в этот раз все продукты немножко так заранее но магазин мне очень очень рядом помог они замолчи пожалуйста у них есть специальные такие что делаем мы обычно я очень люблю отмечает рождество это прям для меня любимый любимый праздник еще и пасха то есть между ними двумя я очень люблю их праздновать и к новому году как бы да мы все его любим с детства так как это новый год и как-то все делается у нас раньше но в наших странах как-то в пупыха когда только переехала помню в англию я была студенткой меня вообще поразило нас то насколько они тщательно к этому всему готовятся какие красивые украшения какие классные песни поют и вот это у меня как-то сильно прям в душу проникла особенно вот это духовная церковная музыка когда я была маленькой девочкой училась музыкальной школе мы тоже на самом деле пели калятки но все в основном были только русские украинские украинские скорее в русском вам даже нет каляток что интересно потому что вроде бы тоже христианская страна но это знаете мне кажется как показывает что украина более европейская что ли то есть в европейских странах украинские рождественские песни они все присутствуют и вот я когда была как вам говорю до маленькой девочки где-то лет с 8 мы ежегодно участвовали вот в этих фестивалях это было при моей музыкальной школе то есть не было театральная жизнь это с одной стороны и с другой стороны у меня была музыкальная школа в которой ходил с пяти лет и вот мы участвовали в этом в церковных пениях и я наверное с того времени прониклась и когда я переехала в англии это настолько потрясающая музыка которая была написана в 18 даже раньше в 15 16 веках некоторые из этих народные песни а некоторые они были действительно написаны очень выдающимися композиторами того времени все как бы усилия музыкантов шли на то чтобы писать вот эту крутую музыку и она настолько просто проникает в сердце и в душу что ну знаете это как будто доказательство что действительно божественного присутствия на земле то есть можно вообще не верить но если проникнуться вот в этом все просто невозможно наверное нужно просто всем конвертироваться и я конечно уважаю все религия но вот правда говоря в мусульманской вере такого нет и близко и я думаю что если люди будут этим проникаться они может быть даже придут тоже это ближе так сказать вот к англиканской протестантской католической вере вот у них это все присутствует так что я не считаю себя действительно какой-то православной или какой-то определенной но музыка очень классно поэтому послушайте я очень люблю этот список их записал хор маленьких мальчиков учеников кембриджской школы называется king's king's college choir и каждый год они делают выступления записывают я думаю что это тоже год хотя как бы куда ковид но но дети не перестают то есть это как boarding school школа школа пансионат где детишки поступают мне всегда была мечта чтобы кто-то из этих двух туда поступил еще не знаю кто возможно возможно младший у него какие-то есть музыкальные способности но это прямо это прям супер поставлю вам ссылочку послушайте вот и в плане того как мы отмечаем рождественский стол да обычно это нужно немножко заранее обо всем позаботиться в последнюю минуту конечно мне иногда бывают какие-то решения типа там поменять все добавить какое-то блюдо какой-то стартер поэтому я могу самом деле есть магазин еще четыре раза в день сегодня утром делала блины хочу делать куда выпечку хотя заказала тоже панеттоне и заказала на индейку обычно я заказываю индейку которую нужно несколько дней мариновать очень люблю рецепты найджелла лоусона такая очень селебрити шеф в англии и она такая немножко шикарная женщина она вообще еврейского происхождения но она любит любую кухню так сказать и она все делает вы знаете так добротно вот как домашняя дать как наши женщины и бабушки которые вот прям семейные такие рецепты и она вот всем делится и не было несколько классных таких рецептов один с кускусом салат то есть несколько лет подряд мы прям делали всего из этого то есть в принципе да родительский ужин он немножко тяжелый потому что там много всего но если вы возьмете вот просто индейку индейка довольно легкая если поменять картошку на другие овощи мы особо даже не делали обычно картошку тем более дети их не едят немножко берем вот этих брюссельской капусты такой маленькой морковка и пастернак запекаются обычно я делала их в лазировке в этот раз возможно сделала просто так так когда у нас сейчас два ребенка которых нужно накормить и они не особо едят так сказать печеные овощи и они не едят даже пюре я им сделаю отдельное блюдо макарони энд чиза эти мак энд чиз вот такого стиля с может быть с каким-то трюфельным маслом но так для для моей услады а так будет в этом году что-то максимально простое обычно поэтому я фокусировалась на то чтобы стартер был очень легкий то есть в принципе много не нужно нужно подумать стартер что-то на закуску так сказать что-то на центральное блюдо и какой-то небольшой десерт возможно добавить например какие-то а там икру например с свежим хлебом либо там фуа-гра ну то есть какую-то замазку немножко сыра но слишком много делать не нужно потому что это никому не надо и я в этом давно-давно убедилась то есть были у меня такие порывы когда я раньше выготавливала прямо какие-то огромные блюда у меня есть одно блюдо которое я прям очень люблю это персики они персики груши груши такие половинками или четвертинками запеченные с козьим сыром и сверху ветчина наматывается просто слишком много всего сладкого жирного и сырного как-то очень тяжело переваривается поэтому да вот последнее время у нас было только нарезанные овощи типа морковь сельдерей огурец и хумус хумус при этом можно сделать например со свеклой тогда он будет такой праздничный красивый розовенький и потом кейл салат тоже очень красивый зеленый рождественский в салат вы добавляете разные фрукты сухофрукты это клюква немножко орешков вы делаете классную заправку и все на вкус будет немножко такое свеженькая но немножко сладенькая и для хруста добавляются орешки то есть принципе это присутствует везде и потом в десертах тоже в рождественской кухне на десерты что я раньше делала раз или два я делала домашнее мороженое с апельсином и я делала ничего не делала короче вчера меня осенило что можно взять термису и может быть я сделаю понетонии вот на роме то есть вчера специально купила ром чтобы был какой-то более насыщенный вкус у еды так как здесь даже если будете едите в ресторанах здесь не используют алкоголь готовки он дает более насыщение насыщенный вкус то есть может быть приготовлю это и либо ну действительно может быть в последний момент решу что вот надо взять термису раз есть уже там ром хотя используется в принципе марсала но иногда можно просто смешать красное вино с немножко с ромом и сделать то же самое потому что у нас тоже очень граничный выбор в алкогольном магазине там буквально по несколько видов из каждой стороны особо не разгуляешься у нас обычно это все происходит и да так как не было времени мариновать индейку индейка в этот раз готовая и один магазин тут сделал такие прям прекрасные наборы где продается и овощи и там даже орешки и вот кусок индейки но не целая индейка а просто вот верхняя такая часть который не нужно готовить там 45 часов как обычно и еще четыре дня три дня мариновать она уже промаринованная она уже имеет внутри стаффинг сюда нужен стаффинг чтобы она так сильно не иссохлась и вот у нас сегодня будет такой ленивый вариант и сегодня завтра вот же уже спит ну что я хочу такую колесу с колесами да я как обычно принимаю спонтанные решения очень захотелось такого зимнее настроение создать и поэтому сейчас нужно в один магазин еще заехать докупить один ингредиент смотрите дальше что будет что будет происходить приглашаю вас на свою кухню и вот мой рождественский сюрприз на семью такой прекрасный бандю когда вы не едете во францию а франция приезжает к вам вчера я смогла найти в магазине бажоле и это меня очень вдохновило на то чтобы сделать что-то очень необычное сегодня все быстро сейчас делается у нас лимитированное время приехал наш заказ на крисмасовский но некоторых вещей не было продуктов так сейчас подсушим немножко хлеб в духовке для наших целей супер мягкий хлеб не подойдет но он же не мягкий а я сейчас вам покажу вот этот курс картошечка который будем макать и остальное вот здесь то что будем макать что ты орешь чё хай да вот так вот когда маленькая кухня даже все не разместить добавляем остальной свет еще и ребеночек у которого зубки режут маленький мы успели сбегать магазин пока он спал все заготовки наши готовы можно будет еще разрезать хлеб и нашу фондю кстати у меня еще есть хорошая находка когда у вас есть тыква после хэллоуина от остается она тоже очень хорошо держит тепло и можно прямо сделать фондю и залить в тыкву сегодня мы будем делать по-другому давай мы можем можем чуть позже ой а там какое то есть поверье кто упустит тому с того штраф мы сегодня опять плаваем а Мама, привет! Обычно очень многие люди уезжают здесь, в Агудабе, и, да, едут обратно к своим семьям, к своей стране, кто в Англию, кто даже в Америку, кто-то летает даже в Австралию, Новый Зеландин, если они туда едут. Многие наши тоже надолго уезжают в свои страны. А мы обычно остаемся, потому что наша семья здесь. Мы считаем, что мы вдвоем как отдельная единица. Вот, и мы чаще ожидаем, что к нам кто-то приедет. Вот, обычно родители мужа приезжают. Все сейчас в разных местах, поэтому нельзя сказать, что где-то есть определенная какая-то большая часть людей. Хотя я тоже иногда стараюсь приезжать к своим в Украину, но иногда муж уже не может, потому что зачитается работа. Когда седьмое число. В общем, вот так вот мы живем. Осталось что-то сделать. Я там занималась выпечкой, потому что у нас там будет несколько блюд всего лишь. У нас есть индейка, которая уже заваринованная. И она пришла в замороженном виде. И я нужно будет разморозить и завтра поставить на духовку. Наверное, поставлю ее на ночь достать холодильника, чтобы она хорошо подошла. Нам доставили продукты, но там не оказалось всех нужных овощей. И в магазине тоже их мало. Ай! Зато очень красивая брюссельская капуточка в этом году. Прямо за стебельком я вам сниму в дом. Как чудо. И на стартер вот что бы тебе есть. Ааа, окей. В общем, у меня в планах еще есть печь хлеб. Один или два или три. Посмотрю. Не знаю, сколько получится. Одни буду печь еще раз булочки. Буду печь булочки такие шопрановые. Да, по-светному. И, наверное, испеку пакет. Для этого купила много брюки и разного вида дрожжи. Буду пробовать уже все. Да, попробую печь хлеб. Это видно, потому что все слишком просто. Все хочется что-то усложнить, чтобы было более интересно. Не знаю. Whatever. Но, так вот. Главное, что я купила несколько видов десертного вида. Буду интересно делать. Один десерт у нас пока только мороженое. Торпеты с разными вкусами. И что у нас там еще есть? И панеттонио. А, ну и сырый, конечно же. Чедр. Красивый. Да. Чедр. Красивый. Да. Красивый. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, видите, совсем даже не слишком полный Вот то, что будет завтра на обед, на десерт Брюссельская капусточка красивенькая, сырочек Все очень скромненько, так сказать, ну и овощи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я иногда обижаюсь, думаю, что это никто не ценит А потом понимаю, что это все равно как бы просто для меня и я думаю, что дети будут помнить что у нас так классно проходили праздники сейчас я немножко нанесу какой-то макияж Не отключайтесь Наше первое с мужем Рождество Мы отмечали, и мы были совсем недолго еще на то время знакомы, мы познакомились в сентябре, и мы так друг друга нашли, что в декабре мы уже захотели вместе отмечать Рождество. Но также причина в том, что он, наверное, не очень хотел отмечать с семьей, со своей, потому что они тоже были на расстоянии, моя семья была на расстоянии, поэтому все это было немножко так сумбурно, и как бы это был такой прыжок доверия. И что я очень люблю у англичан, у европейцев, у западных людей, что они все-таки очень серьезно к этому всему относятся, то есть если вы уже точно отмечаете Рождество вместе, значит в этом уже очень как бы крутая пара. У нас слабого это все так и вышло, но на тот момент было непонятно, и для меня, у человека, который немножко так привык к русскому стилю празднования праздников, для меня были тоже какие-то недопонимания. Я хотела больше всего, я хотела, чтобы там были у нас всякие классные там, ну, много еды, там, закуски какие-то, алкоголь и там десерты. Я помню, что когда, ну да, мы на тот момент плохо, не так хорошо друг друга знали, и мой муж был против того, чтобы просто кучу всего и есть, хотя нас было только двое в тот праздник. И в общем, ну он оказался, кажется, прав, и теперь я делаю именно так, но на тот момент мне было немножко не по себе, знаете, мне казалось, что ну как же, это же все-таки праздник, Рождество. И мы, по-моему, даже не кушали десерт, потому что, ну мы так довольно много, там, ели какую-то картошечку, по-моему, делали, и утку, наверное, мы не делали индейку, потому что там было всего лишь двое, не было в этом нужды, вот. И для меня было немножко такое, как бы, не то чтобы разочарование, но просто, знаете, что-то новое, но я просто для себя решила, что окей, это что-то новое, и для меня что-то неизведанное, это не значит, что это плохо, это просто по-другому. И я решила, окей, я попробую. И да, мне очень, на самом деле, понравилось, и я сейчас к этому тоже склоняюсь, вот, знаете, когда рассказывают про Швейцарию, про Италию, Францию, когда у них на Новый год или на какое-то Рождество подают только, действительно, три блюда. Первое, второе, третье, без никаких излишеств, то есть упор на качество, не на количество. Если, в принципе, ещё посмотреть на русскую еду, всякие такие салаты, у меня сейчас уже сложилось такое мнение, это было сделано из-за того, что, наверное, какие-то слишком изысканные продукты никогда не были доступны для широкой публики, например, ну вот как в Светском Союзе можно было там взять фуа-гру, либо устрицы, хотя в Европе это как бы всегда уже было, или какое-то очень качественное там мясо, и поэтому придумывали то, из чего, что было, то есть были в праве обычное мясо, делали там, да, с сыром и с майонезом, чтобы делать это более интересно. И поэтому даже у меня тоже было открытие, мой муж вообще не переносит вот эти всякие салаты, оливье, шубу, и поэтому мы их вообще не делали уже долго. Но какое-то время я делала иногда шубу, но уже тоже перестала это делать. То есть да, всё так... И знаете, почему ещё у меня это? Ну вот сейчас мы стали взрослее, и знаете, мы в каждом, в каждом обычном дне получаем такой кайф, и мы можем есть то, что мы хотим. И иногда с излишеством, ну, практически постоянно с каким-то излишеством, то есть ещё одно излишество в виде какой-то огромного стола на Рождество, и потом, или на Новый год, и когда потом вот такой огромный прессор, чтобы это всё там доесть, и это всё не испортилось, это не имеет никакого смысла. Ну вот, захотелось там икры с бутербродом вот сделать, на Новый год сделать в любой обычный день, правда? На Новый год, я думаю, что я закажу устрицы, но мы не будем, наверное, долго сидеть, мы пойдём спать. Ну, хотя нас ещё пригласили друзья здесь, которые типа что-то хотят отмечать, но я не знаю, как это будет, потому что мой взгляд с детьми, и это может быть очень трэш. Ну, вот так я немножко сделаю макияж, я думаю, вот этого будет вполне достаточно, и когда такое всё светлое, то яркий макияж не нужен. Наверное, вот так вот всё и будет. Я люблю носить светлое дома. Вот, сейчас вам ещё раз покажу. Моя бедная камера, детки, её то туда, то сюда. У меня маленькое украшение, вот это из Other Stories, то, что я недавно купила. Джинсы — это Аберкромби, как я вам сказала, недорогая версия, которую не жалко будет постирать, и, ну, обувь. Я думала, что-то другое, одеть такое более нарядное, я не знаю, может быть, вечером, сейчас тем более днём, и, ну, британский Christmas, он именно празднуется днём, поэтому, наверное, какие-то слишком тёмные костюмы не очень уместны, поэтому всё-таки останусь, наверное, в таком. Ну вот, теперь даже настроение какое-то более праздничное, и, наверное, нужно пойти и заверить кофе, потому что хочется спать, чтобы никогда хотелось спать. Да, всё-таки два часа ночи лечь, это не шуточки. Вчера заупаковывали подарки для детей, и я настаиваю на том, что это не имеет смысла, мне кажется, можно дарить неупакованными. Муж настаивался в том, чтобы упаковать, и мне немножко даже постарались на эту тему, заставила, чтобы он всё это делал, потому что я занималась своей выпечкой. И, наверное, я теперь займусь тем, у нас закончилась вот вся упаковочная бумага, что у нас была, и мы, наверное, закажем какие-то, есть, я видела, такие красивые ленточки. Ну, то есть, не ленточки, это как такое, типа как одеяло, но такого красивого цвета, чтобы оборачивать подарки. Наверное, нужно что-нибудь доказать на следующий год. Я стала пользоваться системой GTD, чтобы всё записывать, это настолько удобно, это классно. Действительно, у меня в голове сейчас уже никаких нет планов, потому что, и дел, потому что я всё как бы поручаю своей системе. Вот, ну что, пойдём посмотрим, началась ли трансляция моей любимой рождественской музыки и с рождественской массы службы в Англии. Попробуем это всё словить в интернете. Сейчас ещё довольно рано, сейчас очень большая разница во времени, что не очень удобно, но по нашему времени уже 11, поэтому нужно будет уже пойти и готовиться к праздничному обеду. Плоды моих вчерашних, вчерашнего труда. Вот, шафрановые булочки получились просто бомбовыми, хотя не все их оценили, дети не особо оценили, потому что они слишком спайси, но мне очень понравились, потому что там кардамончик и шафран. Там будет просто чудо. А это цельнозерновые такие индивидуальные хлебцы, как под бутербродики. Мама! Да. Что вы собрали? Покажи. Ого! Это двухэтажная лодка? Да. Ого! И сколько там человек лазит? Там лазит. Там лестница. Там по лестнице можно забрасывать, там два этажа. Да, два этажа. О, это сестричка мне прислала нам, нашим деткам из Америки. Спасибо еще раз огромное. Это литка. Это литка. Надо Катюше сказать спасибо, да? Да. Скажи спасибо большое Кате. Спасибо большое Кате. Это литка. Это литка. Это литка. Ого! А это литка. Да. Алитка. Да! Да! золотопапили с кофеинчиком и теперь время начать готовку у меня все очень просто и по-ленивому в этом году потому что типа маленькие дети и нет времени все это выготавливать вот готовый короче грудинка индейки завернутая в рулет уже вместе со стаффингом довольно прикольно и я пока порежем картошку добавлю яблоко будет вкусно гристаллическая капуточка красивая другое ничего не приехала пастернак не приехал и вот сама птичка которая является грудинкой индейки которая завернут внутри там завернут такой стаффинг это как начинка в общем на самом деле это просто помогает мясу лучше приготовиться и быстрее у индейки очень плотная слой мяса поэтому чтобы все полностью приготовиться нужно уйма времени и сложного не пересушить там какой-то внутри стаффинг который также имеет кранбейс клюк вот но он полностью разморозился поэтому отправим как есть в духовку забываем пить воду пили кока-колу и мы ее положили а мы не положили в холодильник вот что будем пить эгегей у меня еще из брокколи это детишкам пойдет с их макарошками вот еще что-то настоящие минс такие классные маленькие пирожки с фруктовой начинкой которые идут в англии на в общем очень ленивые салат я говорила про салат с кейла но кейла нет есть просто кусочка и можно взять кусочку добавить апельсинового соку мелко нарезать яблочком добавить все зелененькое и должно быть прикольно номер два что у нас для десерта изначально то что я заказывала специальный выпуск с кипса тоже заказывала вот такие мороженки с милл дуайн то есть типа с глинтвейном gingerbread имбирные печеньки минспай то есть мороженое типа с порошками и помпкин спай вот такие вкусы только что была в магазине очень ленивая версия будут такие вот штучки еще возможно будет панетон видите что у меня такая полоса это из-за того что я стояла возле шкафа а он даже может летать наверно ты знаешь что он может летать а Субтитры делал DimaTorzok Вот что у меня в итоге на мой ленивый салат Просто капуста с яблоком и брокколи, наверное, еще добавлю в каких-то сухофруктах у меня здесь Обычно это было бы клюква, но клюкву в этот раз не привезли Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok